В России проживают представители 47 коренных малочисленных народов. Это этносы, которые насчитывают менее 50 тысяч человек. И с каждым годом их численность убывает. Причины – непродуманная и насильственная ассимиляция, недофинансирование национальных программ и выселение малых народов с территории их проживания. После начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину одним из важнейших факторов стали мобилизации и масштабные потери армии РФ в войне России против Украины. Ведь именно представители коренных народов в первую очередь отправляют на фронт. Например, согласно переписи населения 2021 года, теленгитов в стране было 2730 человек. В 2022-м из Кош-Агача – это одно из мест компактного проживания теленгитов – призвали 26 человек. Из них 24 – представители малочисленного народа. Мы надеялись, что хоть кого-то вернут. Пацаны тогда еще в Новосибирске были. Но нет, все в итоге уехали на войну. На словах говорили, что, мол, просто сбой системы, ошибка произошла. Но ведь за эту ошибку кто-то должен отвечать. Нас мало. На мой взгляд, теленгитов вообще не должны были забирать. А тут почти 90% мобилизованных теленгиты. Азад Тундуев, житель Кош-Агача. В комментарии Сибириалии. Уровень жизни в национальных республиках Федерации гораздо ниже, чем в центре. И этим тоже пользуется Кремль, чтобы как можно больше мужчин из этих регионов отправить на войну России против Украины. Судя по официальным данным, заработки на российском севере и на Дальнем Востоке выше среднего по стране. Но это средняя температура по больнице. И получают ее суммируя колоссальные доходы топ-чиновников и менеджеров энергетических и добывающих компаний с нищенскими зарплатами простых работников. Либо ты пойдешь охранником, если тебе повезет в Алкомаркет и будешь получать 40 тысяч рублей в месяц. Ну, либо добро пожаловать в армию Российской Федерации. Глобально, мне кажется, тут вопрос в том, почему эти регионы оказались в таком бедственном положении. Потому что все-таки, мне кажется, целенаправленная политика центра. То есть доводить эти регионы до нищеты, чтобы с ними впоследствии можно было делать что угодно. Москва системно нарушает права малых этносов, прописанные в российском законодательстве. Кремль запретил деятельность организации, занимающихся защитой коренных народов. Объективный мониторинг ситуации затруднителен. В страну не пускают представители международных организаций, как экологических, так и правозащитных. Впрочем, это не мешает России использовать представителей малых народов Федерации для пропаганды. На международных мероприятиях, например, в ООН, в Нью-Йорке, представители коренных народов со всего мира обсуждают проблемы, которые стоят перед их народами. Российские же получают подробный инструктаж перед каждым выходом на трибуну от представителя МИД, который очень похож на представителя ФСБ, и говорят о том, что необходимо снять санкции. Дмитрий Бережков, представитель Международного комитета коренных народов России. В комментарии Сибириалии. Представители малых народов России объединились в Антиимперский блок народов. 21 и 22 июля в Литве организация провела свой первый конгресс. Целью деятельности называют борьбу за гарантированное международными пактами право на самоопределение всех народностей и наций. Участники Антиимперского блока народов уверены, победа Украины и полный распад Российской Федерации дадут шанс на реализацию этих задач. Андрей Дмитренко для телеканала Фрида.